В эфире телекомпании Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы. Я Татьяна Захарян. Здравствуйте. Сегодня в выпуске вы увидите. Окружной административный суд запретил Одесской мэрии возвращать старые советские названия проспекту Небесной Сотни и улице Инглези. Уникальный памятник архитектуры двор-колодец, где еще и в смутные времена проходили тайные пути в Одесский бордель, находится на грани разрушения. Национальный антрактический научный центр Украины приобрел английское ледокольное судно для работы на станции «Академик Вернадский». По информации Одесского областного центра контроля профилактики болезней Минздрава Украины, за последние сутки COVID-19 заболели 49 одесситов. В целом, с начала эпидемии на 1 сентября 2021 года в Одессе зарегистрировано 67,5 тысяч случаев заболевания. На лечении в городской клинической инфекционной больнице находится 87 пациентов с коронавирусом. Из них 29 человек в состоянии средней тяжести, в тяжелом состоянии 58 пациентов. Из них 2 человека подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки новых случаев у детей не зарегистрировано. 1 сентября одесские школы приняли 11 тысяч первоклассников. Школы города, как обычно, переполнены. Средняя наполняемость 28 человек в классе. Всего в новом учебном году будут работать 122 школы, 42 смены. В 10-е классы зачислено более 5,5 тысяч школьников. В школах будут обучаться 110 тысяч детей. Это на 3 тысячи больше, чем в прошлом году. Первый семестр для школьников начинается 1 сентября и продлится до 24 декабря. Второй семестр с 10 января по 3 июня. Но на обучение может повлиять ситуация с COVID-19. В Одессе на одном из центральных пляжей в воде появились странные белые пятна. Что это и откуда они взялись, смотрите далее в сюжете. Вот такие пенистые белые пятна укрыли один из пляжей в Аркадии. Как сообщает руководитель общественной организации «Зеленый лист» Владислав Болинский, причиной этому является аварийный коллектор, через который во время дождя прямо на территорию пляжа в песок и воду попадают канализационные стоки. К тому же эколог добавил, что вместе с дождевой водой с территории учреждений, с бассейнами, в частности с расположенного в Аркадии Большого аквапарка, в море часто сливают воду с хлористыми веществами. При попадании этих веществ в морскую воду, насыщенную органикой, образуются хлороорганические соединения, которые при определенной высокой концентрации начинают пениться. Не стал исключением и последний ливень. В результате в Аркадии образовались промоины, которые сейчас заполнены в том числе канализационными стоками. В этих промоинах сегодня купаются дети. На пляже ощущается резкий неприятный запах. Как таковых фекалий нет, потому что они отсеиваются. А вся жидкая фракция попадает сюда. Вот мы видим массово, просто массово дети здесь отдыхают в этой промоине. Никаких табличек о том, что опасно. Купаться. Ничего этого нет. Отметим, что это происходит уже достаточно давно. И экологи не единожды заявляли об аварийности коллектора. Однако устранять проблему никто не торопится. Предприниматели решили не напрягаться и просто скрыть проблему. Они закрыли аварийный коллектор забором, так сказать, с глаз долой. А лужи, вытекшие из него, засыпали песком. Так что, уважаемые отдыхающие и гости города, если вы решите в период бабьего лета понежиться на морском побережье, будьте предусмотрительны в выборе пляжа, чтобы вот такие прелести и ароматы не испортили вам отдых. Геннадий Труханов нарушил закон о декоммунизации. Оценку действия мэра дал окружной административный суд. Возвращать старые советские названия проспекту Небесной Сотни и улицы Инглези запрещено. Переименование улиц, названных именами маршала Советского Союза Георгия Жукова и 25-й Чапаевской дивизии, сразу вызвало отрицательную реакцию городского головы. Сейчас они носат название проспект Небесной Сотни и Инглези. В нашей истории старинский военачальник, депутат Верховного Совета Советского Союза, личность неоднозначная. К советской армии и в том числе 25-й Чапаевской дивизии тоже относятся по-разному. В любом случае требования закона нужно выполнять. 14 сентября прошлого года Геннадий Труханов подписал распоряжение о созыве общественных слушаний по обсуждению вопросов о возвращении некоторым объектам топонимики в городе Одессе предыдущих названий и даже похвалился этим на своей страничке в Фейсбуке. Имелось в виду вернуть старое название проспекту Небесной Сотни и улицы Инглези. По иску городской организации партии Европейская Солидарность, окружной административный суд признал распоряжение мэра неправомерным. Оно не соответствует закону про засуджение коммунистичного та национал-социалистичного нацистского тоталитарных режимов в Украине та заборону пропаганды их невосноводики. Об этом сообщила депутат городского совета Жанна Мандриченко. Позицию ИСО поддержали в Южном межорегиональном отделении Украинского института национальной памяти. Вполне вероятно, что юристы мэрии подадут апелляцию. Для команды Геннадия Труханова это удобный повод развернуть политическую пропаганду. С 1 сентября прекращена работа сезонных маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия «Одессгорэлектротранс». Речь идет о трамвайном маршруте номер 22, который следовал от Слободского рынка в Лузановку. Также прекращено движение троллейбуса номер 13, следовавшего от улицы Инглези в Аркадию. Работу сезонных маршрутов возобновят в следующем году, заверили в ведомстве. В Одессе разрушается последний оставшийся эксклюзивный дом с двором-колодцем, расположенный на улице Леха Качинского. Памятник архитектуры, где когда-то проходили тайные пути в бордель. Дом номер 5 – доходный дом Великанова, построенный в 1891 году. Расположен на прежней польской улице, ныне Леха Качинского. В его дворе снимались эпизоды многих фильмов, в том числе «Соньки золотой ручки» и «Ликвидации». Помимо того, что он запечатлен в кинолентах, это место имеет и свою тайную историю, о которой помнят старожилы. Это были смутные времена, когда здесь еще располагался бордель. В комнатах по периметру двора-колодца жили куртизанки. Комнаты имели секретные ходы, которые вели к спуску в порт. Они были сделаны для посетителей, которые не хотели быть замеченными. То есть этот дом – часть эксклюзивной истории города, и сейчас он находится на грани аварийности. Коммунальные службы просто забыли о его существовании. Даже уборщики и те не заходят. За последнее время в здании изрядно ухудшилось состояние кровли и фасадов. Куски штукатурки падают людям на голову. Порочни проржавели. У нас дверь плохо открывалась, потому что дом начинает коситься. Состояние двора – никто не приходит, никто этим не интересуется. Это как бы остался последний двор такой, и всем плевать. То есть власти никакого дела они не имеют. Я звонила в службу, когда мне штукатурка чуть не упала на голову. Я звонила, они сказали, что приедут, посмотрят и все. Ну, то есть никто не приезжал, ничего не было. Отметим, что несколько лет назад здесь произошел несчастный случай, когда с крыши упал камень, и женщина погибла. На мереход женщина там, надо мной этаж, этажом выше, сидела. Она старенькая, бабушка сидела. И кирпичи упали, что там падало, не знаю. Упала прямо ей на голову, ее убило. Дом старый, если его ремонтировать, так его нужно было бы взять полностью, отремонтировать, все сделать. А не так вот по кусочку. Тот себе, тот себе. Ну, в общем, короче, толку нет. Нет порядка в этой стране. Горожане уже не раз обращались в жилищно-коммунальную службу Парта Франковский, однако безрезультатно. Привлечь внимание городских властей горожане решили через сайт 1535. В своем письме жильцы пишут. В доме нужно сделать восстановление сварочных швов, ремонт галерей, через которые мы попадаем в свои жилые помещения. Вся кровля дома в ужасном состоянии. Ремонт дымоходов и другое. Дом находится почти в аварийном состоянии. Мы, жители нашего здания, спасаем, как можем, эти стены. Но это становится невозможным в вопросе сварки несущей металлической конструкции, лестницы, галереи, кровли и ливневых стоков. В доме появилось очень много крыс и блох. Просим помочь решить вышеуказанные вопросы. Еще раз отметим, что такой дворик в Одессе остался один. И он достаточно знаменит. И сюда часто заходят туристы. И видят всю эту разруху и бездеятельность городских властей, которые, к большому сожалению, не могут или просто не хотят сохранить историю нашего города. Украина сможет возобновить всесторонние морские исследования в районе Антарктиды. Национальный антарктический научный центр приобрел английский ледокол для работы на станции Академик Вернацкий. Судно скоро прибудет в Одессу. Национальный антарктический научный центр Украины и британское учреждение исследований и инноваций, подразделением которого является британская антарктическая служба, 19 августа подписали акт о продаже украинской ледокола Джеймс Кларк Рос. На момент здобуття незалежності в Україні дісталося 36 науково-дослідних судей. Із них 12 були ледового класу. Це насправді за великий флот. Стільки неможливо було утримувати 36 наукових судей – це рівень Штатів приблизно. Навіть на європейських наших партнерів. Але замість того, щоб якось оптимізувати, вибрати кілька найбільш молодих за віком побудови, найбільш потрібних 3-4 і в них вкладати гроші, замість цього була абсолютно дурна історія, коли з одного боку різні відомства стикалися лобами, кожне хотіло фінансувати саме своє судно. І при тому, не дай Боже, щоб, наприклад, судно Міносвіти обслуговувало Мінекології, або навпаки. От нє-нє-нє, Боже збав, тільки під свої задачі. Ну, в результаті закінчилось тим, що знищили все. В результаті на сьогоднішній день із 36 судей, які дісталися в 91-му році науково-дослідних, на ходу нема жодного, а піддається потенційно хоча б ремонту одне. Продажа лідокола – второй шаг в сотрудничество України і Британії по исследованию Антарктики. 25 років тому англичані передали нам свою антарктическую станцію «Фарадей». Вона отримала названня «Академік Вернадський». Це судно Джеймс Кларк Рос. До речі, зняти саме, бачите, прапор, бачите, два ще прапори. Це фото якраз 6 лютого 96-го року, якраз коли міняли прапор. Так от, оце на той момент новеньке абсолютно флагманське судно британської антарктичної експедиції. Це Джеймс Кларк Рос, яке привезло туди першу українську антарктичну експедицію. Україна стала одной із 30 країн, имеючих свою исследовательську базу на южному континенті. Вона розположена в приморській кліматичній зоні. Срідня температура воздуха не особливо низка, от минус до плюс 5 градусів. Але 270 дні в рік идет снег, нередко з дождем і дує штормовой ветер со скоростью до 40 км в час. В таких условіх без спеціально оборудованого судна не обойтись. В Антарктиди досліджуються три види напрямки. Тобто геології, фізичні дослідження – це дослідження як структури і будови нашої планети, тобто це і геологія, і мінерологія даного регіону, так і дослідження іносфери нашої планети в даному регіоні. Біологи, звісно, це дослідження флори і фауни даного регіону, і не тільки іноземного, а і підводної флори і фауни. А гідрометеорологи досліджують там погоду і вивчають її, і вже, скажімо так, потім мають певні результати для того, щоб констатувати, як у нас змінюється там клімат. Ну і звісно, є в нас там дуже цінні неперевні ряди наукових даних, які проводяться. Це, наприклад, по магнітці, в нас там магнітне поле вимірюється. 30 августа в датському порту Фредеріксгавн на лідоколі підняли український флаг і вимпел національного антарктического научного центру України. Судно не нове, але знаходиться в хорошем технічному состоянию. Як планирують наші специалисти, його приобретення позволить возобновити исследования не тільки в Антарктиці, але й во всіх районах Мірового океана, розширити можливості сезонних експідіцій і міжнародне сотрудничество. Джеймс Кларк Рос скоро можна буде увидеть в Одесському порту. Судно получит і нове названня, яке пока не решено. Одесськи-близняшки завоевали награды, две медали на Чемпионате Європи под Хеквандо в Таллине, а об этом рассказали в областном отделении Национального олимпийского комитета. Серебро в категории до 33 кг завоевала 12-летняя Анастасія Волосенко, а бронзу – ее сестра-близнец Златослава. Кстати, по турнірной сетке сестры должны были встретиться друг с другом, но по традиції им поменяли соперниц. В Одессе устроили уличное шоу в рамках фестиваля «Комедиада». Яркая колона клоунов шла от памятника Дюку в городской сад. Участники парада собрались у Потемкинской лестницы. Некоторое время они развлекали одесситов уличными перформансами, а после выдвинулись в сторону горсада. Пестрая кавалькада участников прошла по Приморскому бульвару, сделала остановку у оперного театра для того, чтобы запечатлеть красочные моменты на камеру, а затем продолжила шествие по Деревасовской. Деревасовская лестница В Летнем театре горсада участники парада устроили бесплатное трехчасовое шоу, в финале которого состоялось награждение лауреатов фестиваля «Комедиада». Отметим, что клоуном радовались не только дети, но и взрослые. Они охотно участвовали в розыгрышах, фотографировались и смеялись. Наш выпуск новостей подошел к концу. Далее информация о синоптиках о погоде. Я напоминаю, что новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу «круг.com.ua». Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. О всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Хороших вам новостей, отличного настроения. Берегите себя и своих близких. Увидимся. Субтитры предоставил DimaTorzok